я проснулась а у нас опять припорошила снегом все на улице солнце и я думала морозик а нет посмотрела плюс 3 градуса но вот такая погода было все растаяло было все чистенько самое странно что плюс 3 ничего не тает как бы обычно такую погоду выпадает снег и тает а тут даже ничего не тает и плюс 3 градуса как-то странно на термометр мой точно не врет вот такая погода никак зима не хочет уходить а я поняла почему плюс 3 на термометре солнце попадает на термометр а так наверное где-то может минус 1 может минус 2 не знаю сколько да потому что солнце попадает на термометр и кстати ветер посмотрите на улице деревья ходуном ходят в общем небольшой морозик до солнышко все понятно почему плюс 3 ничего не тает сейчас врубилась потому что солнце всем доброе утро друзья давно мы с вами не гуляли в лесу вот вышли собака сюда в лес пошли не ходили потому что все как-то серо было все таяло то снег выпадет опять тает то дождь то мокрый снег а сегодня более-менее так подсушила на улице где-то минус 1 минус 2 вот ночью припорошила видимо снежком и более-менее повеселее как-то не люблю ходить в лес когда слякоть когда мрачно когда как-то ну не так ярко и сегодня так ярко сидят как очень как будто даже солнышко откуда-то сейчас утро сейчас пол девятого утра куда-то осмотришь вот как будто бы как будто бы вот солнышко даже хочет выглянуть так что погодка пока такая очень хорошая с утра его сейчас собакой гуляю думаю надо погулять и включить камеру потому что давно мы с вами по лесу не гуляли такая хоть сухая погода и как-то странным в этом сейчас последнее время да у нас так в общем снег выпадет при плюсовой температуре падает такой снег мокрый или дождь или снег или снег с дождем что-то такое и сразу потом минус 1 минус 2 и это все примерзает если такая знаете ледяная корка потом опять растает все плюсовая температура опять мокрый снег потом опять минусовая опять все это замерзает но это какая-то просто катастрофа вот такая у нас погода но сейчас как-то более-менее хорошо подсушила нету слякоти чистенько ну вот поэтому я говорю молечка пойдем с тобой в лес погуляем и она бегом-бегом побежала в леска пойдем мамочка да но мы с тобой хоть не были в лесу но все зайдем дойдем до белок посмотрим есть белки хотя сейчас рано они обычно к десяти там белки вас 20 тусуются ну кто знает может ангел очки сейчас есть посмотрим меня вот спрашивали поскольку без обычно белки тусуются ну вот ребята пришло пол девятого видите белочек нет а вот прихожу к десяти сюда когда вот мы поздно идем собакой гулять тогда уже белочки есть вот они где-то появляется здесь в десяти часам вот сейчас мы пришли ни одной белки нету потому что рано видимо спят еще белочки так что от десяти уже будут ну как что ты меня тащишь не мальчика пойдем домой уже пойдем к папе папе пойдем папа дома ты не хочешь к папе идти она обычно когда дома остается или я или муж она погуляет и потом тащит домой и пошли домой там папа остался а сейчас что-то не хочет всем привет дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале как я вам и обещала в одном из видео что я хочу приготовить сырники в аэрогриле полный рецепт будет на канале хозяюшка рута но а вам и покажу конечный результат ребята когда готовится сырники чтобы они у вас сильно не расползались не добавляйте много сахара вы лучше потом уже в готовом виде добавьте могут сверху сахара если вы хотите послаще или варенье ну кто с чем будет есть да потому что если добавить в творог много сахара когда вы будете их жарить сахар будет плавиться и сырники могут немножко расползаться и также с манкой если у вас творог слишком влажный то лучше лишнюю влагу убрать через марочку может быть отжать да и могут побольше манки добавить в общем тут уже на усмотрение у меня творог такой средней влажности а еще зависит от размера яйца да у меня порог средней влажности я добавила пока две столовые ложки манки но на пол килограмма творога но я посмотрю возможно придется добавить еще тут все как говорится индивидуально все зависит от творога все зависит от размера яйца поэтому надо смотреть банка 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 нам набухнет вот и посмотрю надо будет еще добавлять или не надо будет еще добавлять банка банка набухнет почему-то всегда когда включается камера да вот начинается язык заплетать заплетать заплетаться слова начинают путаться почему легче всегда озвучивать видео снять кадры потом их озвучивать да это легче чем когда ты напрямую снимаешь и напрямую говоришь потому что это вот снимать и говорить это намного как бы сложнее поэтому язык заплетается и слова путаются и сразу амнезия начинается ну а когда ты озвучиваешь ты всегда можешь как говорится себя поправить но я лентяйка поэтому мне нравится сразу снимать и сразу говорить что потом не надо было озвучивать это быстрее потом при монтаже ребята сырники уже пекутся так пожалуйста что сделать надо встряхнуть надо их перевернуть сырники надо перевернуть кстати к моменту выхода этого видео рецепт скорее всего уже будет наверно канале хозяйка рута и скорее всего вы его уже посмотрели ну а если нет значит вот вот выйдет прямо не сегодня так завтра но скорее всего он уже есть на канале хозяйка рута потому что я не знаю когда будет это видео и когда будет вот это с сырниками видео поэтому следите за моими каналами у меня их три как вы знаете да я не знаю Нет, но все-таки хорошо, что у меня появился этот аэрогриль, ребята. Обалденно. Нежное. Вкусное. Со сметанкой, с медом, с вареньем. Кстати, и с киселем, с моим любимым, тоже будет очень вкусно. Так что, классная вещь, аэрогриль. Мне очень... Кстати, сейчас на 220 лв этот аэрогриль стоит 135 евро, по-моему, я видела. Я обалдела. Мне он шел в подарок к телефону, но даже там и цена его все равно была указана. Указана была цена, по-моему, 80 или 90 евро. По-моему, 90 было евро указано. Или 80, не помню. Ну вот. На 220 лв 135 евро. Классно. Ребята, готовьте на здоровье. Готовьте. Всем приятного аппетита. Ребята, сейчас пробую их с киселем. Обалденно вкусно с киселем. Очень, очень вкусно. Супер просто. Какая вкусняшка. Катя тоже самое, что и запеканку с киселем. Сейчас все с киселем я. Так, съездила в Пакамат, забрала посылку. Это у меня тряпочки для моей швабры. Хочу сравнить. Такие же, ой, такие же самые, ребята, как и в оригинале. Такие же самые, один в один. Сейчас проверю, леска есть у них или нет. Сейчас можно хорошо быть. Одной попользовался, стиралку вторую взял. И вот там все вместе их постирать. Очень удобно будет, наверное. Да, и также есть леска такая мелкая. Один в один, такие же самые. Все. Ну, они... Да, это оригинальные. Сейчас, ребята, пошла, замерила. Я, да, все-все, вообще размер, все-все, один в один. Все все строчки, все один в один. Это, вот, один в один. Ну, это, значит, такие же самые оригинальные. Это не подделка какая-то, да. Так что, вот, целый комплект. Если кому-то надо, ссылку на эти тряпочки оставлю в описании под видео тогда. Вот кто-то, кто-то хочет заказать. И еще раз доброе утро, друзья. Вчера я вам какую погоду показывала. Красивую такую, заснеженную, да. А сегодня утром просыпаюсь и посмотрите. А на улице дождь. Дождик на улице. Видите, какая у нас погода сегодня. Вот так вот. Вчера одна, сегодня другая. Надо идти с собакой гулять, а на улице дождь. И снова всем здравствуйте. У нас уже следующий день. Суббота. Как вы видели, погода дождливая. Сходила, погуляла с собакой. Пришли все мокрые с ней, в общем. Но вот, скоро приедет муж с работы. Надо что-то приготовить. Думала, думала. И, наконец, придумала. Сегодня обед буду готовить в пиццемейкере. Здесь у меня курочка, баклажан, кабачок, картофель. Сейчас посыпаю приправой для картофеля. Курочка у меня уже замаринованная в майонезе. Добавлю сюда еще сметанки. И хочу запечь в пиццемейкере все это. Добавила еще немножко водички сюда, потому что, как-то начала испаряться жидкость, чтобы ничего не было сухо, чтобы ничего не подгорело, добавила еще немножко жидкости в водички. Друзья, меня тут спросили, как я ухаживаю за своей кухней, потому что у меня много что на виду. Все это надо чистить, все это надо убирать от пыли. Ну, скажу так. У меня проблем с этим нет. Почему? Потому что у меня электроплита. Обычно с этим проблем у кого газовая плита. Я знаю это не понаслышке, знаю это по себе. У меня когда была газовая плита, мне эту копоть приходилось чистить каждую неделю. Вот почистишь, через неделю опять копоть. С электроплитой такой проблемы нет. Нет такой копоти, поэтому вообще нет проблем с уборкой кухни. Ну, если я вот вижу, вот трубка у меня. Я уже когда объясняла, да? Вот копоти вообще нет. Но я вижу, что-то немножко уже пыль как бы. Такая, как вот бывает, так, конечно, знаете, прилипшая пыль бывает такая чуть-чуть, да? Вот у меня есть тряпочка из микрофибры, которую я беру в процессе готовки. Вот что-то готовится, да? Я вот беру, например, и протираю, да? Те баночки, которые у меня на стенке, там вот все у меня то, что, да? Так вообще очередь. Когда я там залаживаю, что-то достаю, например, там поднимаюсь, вижу, там пыль собралась. Возьму быстренько, протру эту пыль. Но я там часто чем пользуюсь, поэтому там мало что приходится протирать. Все это делается в процессе, в процессе того, когда я нахожусь здесь на кухне. Специально, вот что-то такое мне делать не надо. Специально я лезу уже на кухонный шкафчик наверх, там, если что-то почистят, и на холодильнике, да? Это я делаю очень редко. И со временем появляется такая, как прилипшая пыль, скажем так, да? Чем я пользуюсь? Вот цифр. Этим средством я пользуюсь постоянно. Почистила им, и все. Очень быстро все я убираю, потому что я все время поддерживаю чистоту, и поэтому у меня нет такого, чтобы я много времени уделяла уборке кухни. Если плиту надо почистить, вот очень хорошее средство для плиты, вот такое, на сухую. Вот так вот наливаете, берете бумажное полосенце и чистите. Моей плите уже много-много лет, а она у меня как новенькая. Ну, из-за исключения того, что я ее слегка разбила, скажем так, да? Но так она у меня чистенькая, у меня нет неприлипшей, как вот, когда что-то убежит, например, на плиту, вот это все потом прилипает, потом тяжело очищается. Если, допустим, у меня что-то убежит, у меня обычно бывает, знаете, картофель варю, и когда он закипает, бывает, вот это, да, от картофеля водичка бывает убегает, да? Я сразу снимаю кастрюльку, ставлю на другую конфорку, жду, когда эта конфорка остынет, быстренько беру это средство и быстренько чищу. И поэтому у меня нет, у меня плита, ну, как это вот, как вот бывает на плите, какие-то остаются уже со временем, такие как развод, да? У меня такого нет, потому что я все время поддерживаю плиту в чистоте. Ну вот, если она духовку почистить, допустим, да, допустим, готовила там мясо, или что там, набрызгала, или что, тоже цифром пользуюсь, когда остынет. Духовка сразу после приготовления, когда остынет, я сразу чищу. Я не запускаю ее, поэтому духовка у меня тоже как новенькая. Просто легче всего всегда поддерживать чистоту, чем потом наводить чистоту, скажем так, да? Легче всегда поддерживать ее. И поэтому у меня нет проблем с уборкой на кухне вообще, да? Вот пока что-то, допустим, жду, как что-то закипит, да? Возьму здесь что-то, полочку, например, почищу, там, ну, вот как-то вот так вот. Все делается у меня в процессе, и поэтому вот нет проблем. Мне чаще всего приходится в ту трубку, мне хочется, что все блестело, и вот как бы ее приходится. Вот этой тряпочкой беру, никакой химии больше я это не пользуюсь. У меня нет каких-то там особо чистящихся средств, которые чистят, там, очищают, какая-то химия. У меня нету, вот, вот, вот мои средства, да? Вот я вам их показала. В принципе, и все. Вот мне там написали, Рут, у вас такая чистота, как вы все это поддерживаете, чем вы пользуетесь. В принципе, ничем. И вот тряпочка моя любимая, вот, натирает до блеска эта тряпочка, натирает, да? Ну, а если, допустим, что-то очистить не смогу, допустим, очень выручают меламиновые губки. Очень выручают, да? Поэтому, ну, вот так вот я и ухаживаю за своей кухней. Все делается в процессе, и ничего не запускается, ну, и очень большую роль играет плита. Потому что, я говорю, когда у меня была газовая плита, ребята, там я старалась наоборот как раз-таки все убрать, чтобы был минимализм на кухне, чтобы легче было убирать. Вот это, тогда у меня тоже ничего не было на виду. Ну, вот, и, наверное, поэтому многие говорят, они склонны к минимализму, чтобы легче было убрать. Видимо, у этих людей газовая плита. Я их прекрасно понимаю, я знаю, что это такое. Ну, вот. А у кого электроплита, тоже меня прекрасно понимает, что при электроплите такой копоти нет. Я, в принципе, почти, я вообще копоти нету, да? Ну, вот есть такая, как прилипшая пыль бывает такая, да? Ну, вот. И все. И то она появляется не так быстро, как появляется копоть вот этого, да, от газа. Я говорю, от газа у меня каждую неделю мне приходилось чистить эту копоть. Ну, вот. А электроплита у меня есть, да, я даже не засекаю время, как, когда мне приходится все это брать, все это чистить. Я даже на это смотрю, я говорю, вот, все в процессе, отготовься, что закипит, взял, там почистила, там почистила. Это, знаете, как мы даже когда в ванну женщина идем умываться, чистим зубы, одной рукой зубы чистим, второй рукой, что мы делаем? Раковину протрем, крайники протрем. Что-то делаем. У нас, как говорится, все в процессе, все задействованы руки. Одной рукой зубы чистим, другой рукой раковину протираем. Ну, мы же такие уже еще, да. Я знаю, что многие так делают, и я не исключение тоже, между прочим. Ну, вот, и как-то полы, я, ну, вы знаете, у меня пылесос мой любимый теперь, швабра любимая, там, что-то не каждый день, например, все еще, да. Увидела где-то что-то пыльное, сразу почистила. Ну, вот, поэтому вообще нет никакой здесь проблемы с уборкой у меня, абсолютно нету. Конечно, если бы у меня так вот садилась бы, так вот, копоть везде, да, я бы тоже, наверное, все это убрала бы. Зачем мне потом каждую эту свою штучку натирать, чистить, дряить, зачем мне? Я бы все тоже убрала бы. Вот так вот у меня находится вот рядом с плитой все, да, и у меня вообще ничего не коптится, да, правильно сказать, наверное, не коптится, да, ничего, нету копоти, ничего. Вот эта вот трубка, единственное, что она как бы блестящая, вот я ее могу раз в три недели. Вот где-то через три недели я на ней уже что-то вижу такое, что можно уже, чтобы она блестела, да, она становится как матовая такая, да. Я ее почищу, и все, и нормально. Ну, я много чем поставила, то, что у меня на виду, много чем пользуюсь, даже взяла, например, какую-то баночку там с приправкой, да, взяла там, посыпала, смотрю, пыль взяла, протерла сразу тряпочкой, поставила. Все это в процессе, и поэтому нет такой проблемы с уборкой абсолютно, ребята, поэтому и химии у меня особой тоже нету, чтобы было как-то за кухней ухаживать. Вот моя вся химия, вот это вот у меня вообще. Это даже я могу и плиту почистить, чтобы экономить вот это вот средство. Это дорогое средство, да, вот эта вот бутылочка, сколько она, по-моему, 10 евро стоит. Ну вот, это же дешевле. Если плита не сильно загрязненная, тогда я вместо того средства тоже на сухую остывшую плиту наливаю этого средства немножечко, беру бумажное полотенце, зачищается все это хорошо, потом влажной тряпочкой, и потом вот этой тряпочкой протираю плиту. Все, плита идеально чистая. Ну, когда, если что-то не очищается, тогда я могу взять вот это средство и еще скребок. Скребок для стекла, да, чтобы все очистить. Ну, мало ли, что было такое пару раз, да. Ну, вот, поэтому, ну, вот и все. Я не знаю, мне кажется, все как бы сказала. Поэтому я говорю, проблема с уборкой здесь на кухне у меня нету абсолютная. Ну, вот, если там где-то пыль на технике там садится, ну, у меня есть кисточка для пыли, да. Я когда, или сейчас вот мне этот пылесос есть, который, да, вот тут тоже так прохожусь по всей технике, там все, что внизу, этим пылесосом прохожусь, все, пыли больше нету. Ну, вот, или кисточка, вот мне сейчас покажу. Вот, прямо вот здесь вот на кухне у меня, вот, я такая кисточка могу, ну, не здесь, да, вот так вот. Там внизу по технике, ну, такой кисточкой еще прессис, да. Ну, вот, она тоже, у меня такая кисточка на кухне, у меня такая кисточка на барной стойке есть, потому что там тоже у меня много бутылок, ну, вот, и тоже там, чтобы каждый раз эти бутылки не снимать. Ну, вот, я прохожусь с кисточкой, ну, уже раз, так, в два месяца я снимаю все бутылки, начищаю барную стойку, как-то вот так вот. Ну, все как-то вот так вот в процессе, где-то что-то заметила, сразу убрала, где-то что-то заметила, сразу убрала. Просто, знаете, так не запускаю никогда, все делается в процессе. Или когда уборкой занимаюсь, да, тогда я уже беру эту кисточку, тоже везде прохожусь, или пылесосом, как я уже говорила, да, ну, вот, как-то так, да. У меня нет такого, что, вот, я вот выделяла какой-то день чисто для уборки, чтобы всю кухню надрать, всю кухню начистить. Нет, такой день у меня выделяется для мытья окон. Вот я мою окно, стираю занавеску, да, ну, вот, вот такой день я выделяю, как бы, потом там, ну, если я уже это мою окно, я сразу несколько их мою, сразу несколько занавесок стираю. Вот это, да, вот на это мне надо настроиться. Ну, вот, а так, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Все в процессе, все в процессе. Пока здесь готовится, здесь протирается, если что-то заметила, да. Ну, особой грязи нету, поэтому мне очень легко ухаживать за своей кухней, очень легко. Да, и еще хочу сказать, если бы мне когда-нибудь пришлось бы переехать в квартиру, где газовая плита, я бы сразу и поменяла бы на электроплиту. Я бы не стала пользоваться газовой плитой, потому что, сравнивая газ и электро, мне на электро нравится и больше готовить, и больше нравится, в каком состоянии у меня кухня. Это две большие разницы, потому что при газе, ну, невозможно избавиться от копоти, да, какая бы у вас вытяжка там не была бы, ну, да, может быть, зависит еще от вытяжки. У нас там была вытяжка, ну, такая, да, и мы так особо, как-то ей так особо не пользовались, да, может быть, от вытяжки еще зависит, там такая старенькая какая-то была там вытяжка. Я не знаю. Здесь, я скажу, кстати, вытяжкой почти не пользуюсь. Я просто ее открываю, и как-то здесь, у меня здесь вот окно, там вот идет такая вот домовая вытяжка, да, и как-то вот это вот, она сама всасывается, мне даже ее включать как бы не надо, эту вытяжку. У меня даже на вытяжке, ребята, и грязи нет. Вот там, когда у меня была газовая плита, тут столько копоти на вытяжке собиралось, столько пыли там вот этой собиралось, это вот все, да, каждую неделю. Здесь я уже мыла несколько месяцев назад. Я покажу, в каком состоянии вытяжка. Вот, посмотрите, вытяжка полностью чистая. Мыла я не знаю, сколько месяцев назад, она чистая. Вот вам лишний раз доказывать, что копоти здесь никакой нету. Ну, а вытяжку я мою в посудомоечной машине. Так что у меня есть много техники, которые облегчают мне жизнь. Поэтому я говорю, если мне пришлось бы переехать в какую-то другую квартиру, у меня обязательно была бы только электроплита. Газа у меня бы не было бы, потому что это намного легче ухаживать за своей кухней при электроплите, чем при газовой плите. Ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Еще меня спросили, как заряжается мой пылесос. Сейчас я вам покажу. Я уже не раз показывала, как он заряжается. Ну, наверное, вы не видели. Сейчас покажу. Вот. Вот это зарядная станция. Вот он отсюда снимается, этот пылесос. Вот так вот выглядит зарядная станция. Это насадки висят. Все, я попользовалась пылесосом. И я его ставлю на зарядную станцию. И он начинает сразу заряжаться. Он все время висит здесь, этот пылесос. Постоянно. На постоянной основе. И еще меня спросили про эти батарейки, что их можно заряжать. Это многоразовые, так скажем, батарейки. Я покупала их на Алиэкспресс. Да, их можно заряжать. У меня зарядное устройство. Покупайте зарядное устройство, покупайте эти батарейки. И заряжайте. Есть одноразовые, которые продаются в магазине. Есть такие многоразовые. Это, конечно, выгоднее. Купили устройство, купили эти батарейки. И заряжаете их. Как бы тоже люди в первый раз увидели, что заряжаются батарейки. Это специальные батарейки. А то, что в магазине висят возле касс, там одноразовые. Это, скажем так, многоразовые. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, ну, уже готово. Аж телефон запотел. Так, надо добавить укропчика. И будем обедать. Сейчас сможем. Вам, друзья, тоже всем приятного аппетита. Ну что, дорогие друзья, мы пойдем обедать. А с вами я хочу попрощаться. И давайте, как вся по традиции, всех, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь. И увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. И всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok